Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из солнечной Турции! Кто со мной не знаком, меня зовут Анна, живая в Измире, ну а вы смотрите канал Turkey in Life. И сегодня я вот за таким столом, перед вами не случайно, я собираюсь ехать в гости на родину в Россию и решила снять для вас видео о таких оригинальных штучках, что есть в Турции, что можно такого привезти в подарок, кроме стандартного лукума, кроме стандартных полотенец, ну и кроме стандартных магнитиков. То есть, что еще есть у нас такого в Турции интересного и необычного, чего не найти в России? Это не все подарки на самом деле, что у меня приготовлены, просто какие-то вещи, они более, так скажем, личные, как, например, какие-то пижамы, текстиль и так далее. Их я не буду показывать, потому что я не раз снимала видео и про домашний текстиль, и про одежду в Турции. Если интересно, можете посмотреть у меня на канале, в плейлисте в шоппинг в Турции, можно посмотреть, какой текстиль продают у нас в Турции. А я решила вам показать то, что не все туристы, приезжающие сюда, знают, то, что не все туристы видят. Вот, ну и что ж, давайте приступим тогда. Что у нас есть? Прямо передо мной лежит вот такая штука, называется это... Это шоколада Каплы Пишманье. Это пишманье в шоколаде. Пишманье это что-то типа нашей... Мне напоминает нашу сладкую вату, но, конечно, она немножко другая, более жесткая, что ли, по вкусу, и не опадает, не оседает, когда вы ее едите. Но делается она также из сахарного сиропа, но здесь она выполнена в виде конфеток в шоколаде. Это у меня, так скажем, специальный заказ. Я, на самом деле, как бы очень достаточно равнодушна к пишманье, но моя подруга захотела, чтобы я ей такую штуку привезла. Очень она любит. На самом деле, я думаю, что вещь должна быть вкусная. Каплы Пишманье, посмотрите, вот оно, пишманье, вот в такой коробочке. Даже здесь по-русски, кстати, написано, смотрите, пишманье в шоколаде. Интересно, да? Вот, и здесь у нас 200 грамм вот этой вот сладости. Друзья, сразу скажу, что цены я не называю намеренно, просто потому, что, как бы, это подарки, и люди, которые эти подарки получают, будут смотреть это видео. Ну, и некрасиво получится, если будут цены в видео называться. Вот, я думаю, что, если вы посмотрите где-то в магазинах, то вы сами примерно, приблизительно поймете. Продаются практически везде, в частности, продаются в больших магазинах, микрос, торговых центрах и так далее. Следующая у меня тоже такая вот коробочка, это кистания шекери, кистания шекери, сладкие каштаны. Турция славится своими каштанами, и в том числе зимой их можно найти в любом городе, как такой фастфуд, так скажем, как семечки. Их многие едят на набережных, в том числе и в Стамбуле, в том числе и в Анталии, в Аланье их можно найти. А это сладость из каштанов. Чем мне это нравится, что это натуральная сладость, делается она в бурсе. Это именно из бурсы пришедшая к нам вкусняшка. Здесь, кстати, тоже написано засахаренные каштаны. На вкус оно такое, знаете, как сказать, необычное. Оно достаточно сладкое, потому что здесь используется сахар, ну, из названия уже видно. И могу сказать, что оно такое немножко с одной стороны рассыпчатое, с другой стороны упругая сладость. На конфеты не похоже, ни на какие из наших конфет это не похоже, вот, но вещь достаточно-достаточно вкусная. Так, показываю поближе. Видите, вот такая коробочка, кестанища керри здесь пишется. Даже здесь написано, что это из бурсы привезенные. У нас там с улицы какой-то шум доносится. Вот они, посмотрите. Здесь у нас коробочки 180 граммов. Где можно это купить? Где можно это купить? Это продается, вот эту непосредственно коробочку я купила в магазине Микрос. Не знаю, продают ли это в обычных сувенирных лавках, но в больших Микросах найти можно. Я покупала в отделе, где мороженое есть, и как бы наверху над мороженым, такой как прилавочек. Вот там была эта сладость. Ну, можете спрашивать кестанища керри, и вам покажут, где оно есть. Следующая сладость, следующая вкусняшка. Очень люблю ее я, очень любит ее муж, и я решила вот тоже отвезти в Россию. Это сырная халва. Называется она пейнерхельвасы. Делается, делается эта халва в траке. Можно найти эту вещь в кондитерских, свежую, только приготовленную. Например, мы как-то покупали в Чанак-Кале, но, к сожалению, та халва, что продается в кондитерских, она долго не живет. Она очень быстро становится жесткой, и поэтому везти ее нет смысла. Поэтому я покупаю вот такую халву. В магазине Бима она продается. Можно кушать ее просто так. Можно кушать ее с мороженкой. В принципе, рекомендуется сверху добавлять мороженое. Кому как удобно, кому как угодно. Вот, мы едим просто так. Очень вкусно. Не слишком сладкая. Она такая немножко как будто тягучая, приятная на вкус. Советую, советую. Даже если просто будете в Турции, обязательно попробуйте. Вот она, смотрите, написано. Вот такая коробочка. И вот она сама, такого желтого-желтоватого цвета. Она сделана из сыра. Достаточно вкусная. Даже ложечка маленькая есть для того, чтобы купил и съел. Откладываем это тоже в сторонку. Это у меня что? Это у меня булгур. Я вообще на самом деле даже не думала, что народ такое возит из Турции в Россию. Но у меня приезжали подруги. Лиза приезжала. Помните, я снимала видео. И приезжала еще недавно одна подруга. И все, попробовав у меня дома этот булгур, везут его тоннами в Россию по 5-6 пачек. Это не просто булгур, это булгур с семенами чия. Булгур, насколько я знаю, что в России не так легко можно найти. И стоит он достаточно дорого. Но у нас это распространенное блюдо. Готовится следующим образом. Вы его обжариваете на сливочном масле чуть-чуть буквально. Потом добавляете воды примерно один к двум, тушите его. И получается вот такой вот пиляф из булгура. Очень-очень вкусное, в принципе, вегетарианское диетическое блюдо. Вот он, видите? Даже здесь написано веган. Чиялы булгур. Продается в магазине Migros. Здесь у нас пакетики 360 граммов. И сзади написано, как его готовить. Есть по-турецки и есть по-английски. По-русски пока не пишут. Ну, потому что, как бы, это не из тех, так скажем, сувениров, которые везутся в Россию. Очень вкусно. Мне нравится. Я люблю. Это у нас халва. Халва турецкая. Тоже попросили меня ее привезти. В принципе, да, как бы здесь ничего необычного. Многие знают. Шоколадная халва марки Коско. У Коски очень хорошие сладости. Вот, советую. Тоже продается во всех Migros. В любых магазинчиках. Кстати, вот по поводу покупки вот таких вещей. Да, есть в сувенирных лавках такие вещи. Есть в супермаркетах. Я советую, где бы вы ни были, пусть это будет туристическая зона. Идите в Migros, идите в магазин BIM, идите в магазин A101. Идите в магазины, где покупают местные. Потому что там это все продается гораздо дешевле. Я смотрела как-то у одного блогера видео. Девушка показывала, сколько стоит турецкий кофе в туристических магазинах. И кофе, который стоит здесь у нас 5-6 лир, продают по 10-15 долларов. Просто какую-то невероятную цену за него заламывают. Зачем переплачивать? Так, следующее. Давайте разберемся с едой. Потом будем о нейде. Но не еды у меня мало. Это оливки стандартные. Черные оливки. Небольшую баночку взяла. Много не везу, потому что я реально как груженый ослик уже еду. Подробно, в принципе, да, как показывать особо нечего. Оливки знают все. Но Турция оливками славится. И в частности славится оливками Эгейское побережье. Место под названием Майолык. Это настоящий оливковый рай. Если будете где-то рядом, езжайте, покупайте там. Мы, к сожалению, ничего не купили по дороге из Асуса, когда ехали. Чего-то как-то мы уставшие были и не заехали на фабрику. Но если есть возможность, покупайте именно на таких небольших фабриках. Вот такой вот набор из натуральных конфет, из фруктовых конфет. Курумейвили пестиль атом написано. Здесь это Туба Куруемиш. Туба – это марка. Я не знаю, во всех ли она городах есть. У нас здесь буквально на каждом шагу. В этот набор входит все натуральное. Как вы видите, смотрите, здесь вот есть сладость из кураги. Есть пастила из натурального сока. Всевозможные конфетки, в которых тоже перемолотые кураги. И сверху добавляются орешки. Это для тех, кто не слишком любит, для тех, кто, так скажем, не использует сахар, но при этом любит сладенькое. Сахар есть из сахарной свеклы, но все-таки не так, наверное, его, не так, наверное, все-таки его много. Что у нас эта штука? У нас называется, если в России, это по типу Чурчхелла, да, поэтому тоже слишком подробно останавливаться не буду. Называется это в Турции Суджук. Джей Визли Суджук в данный момент у меня в руках. Это фруктовый сок внутри с орехами. Следующий момент – это Салеп. Салеп. Что это такое? Покупала в пакетиках, но очень хотела бы, чтобы, допустим, попробовала мама, чтобы попробовали у меня другие родственники. Это экспресс Салеп. Салеп – это напиток зимний, который очень популярен в Турции зимой. Салеп делается из порошка корня дикой орхидеи и потом варится на молоке. Здесь, конечно, все гораздо проще. Здесь он просто заливается горячим молоком. Здесь написано, что кипящее молоко налейте. Вот на эту штуку 200 мл кипящего молока нужно. И можно присыпать корицей. Можно размешать миксером, можно размешать ложечкой. Кому как удобно. Очень люблю Салеп в зимнее время. Он у нас продается, кто будет в Турции зимой, в молочных отделах. Обычно продается в таких же упаковках, в тетропаках, как молоко, продается Салеп. Ну и во многих кафешках его можно найти. Сейчас лето, сейчас можно найти только такой Салеп. И то, как бы эта редкость раньше не продавалась в Турции. Вот я решила отвезти, попробовать. В России сейчас как раз становится холодно. И выглядит это вот так, смотрите. Написано, Экспресс Салеп. Продается в Мигросе, в отделах, где продают всевозможные кофе в пакетиках быстрорастворимый и так далее. Что у меня еще здесь есть? Зейтин из мяси. Это паста из оливок. Из зеленых оливок и из черных оливок. Очень круто ее мазать на хлеб. Она такая солененькая. Вот, в качестве, так скажем, дополнения к бутербродам. Бутербродам очень хорошо она идет. И многие, даже кто не очень любит оливки, вот эту пасту лопают с удовольствием. Я взяла... Я зеленую, кстати, не пробовала. Я впервые увидела пасту из зеленых оливок. Я обычно... Мы брали черный, из черных оливок. Вот такую пасту. Взяла две небольшие баночки. Попробовать маме. Интересно, не знаю, понравится, не понравится. Просто такую штуку в России абсолютно точно не найти. Посмотрите, это марка Fora. Сиях зейтин из мяси. Вот такие вот баночки они. Внутри что-то типа оливкового паштета. И вот такая же зеленая баночка с зелеными оливками. Вот тоже, посмотрите, Fora. Тоже можно найти практически в любом супермаркете. Это у меня, к сожалению, запаковано. Распаковывать я ее уже не буду. Упаковали в коробочку подарочную. Это сладость, сделанная из сока винограда со всевозможными орешками. Тоже такая натуральная сладость с минимальным содержанием именно сахара. Фисташки. Фисташки я покупаю обычно на развес. В таких местах, которые называются Куруемиш. Куруемиш, это что-то типа как орехи там всевозможные продаются и так далее. Я не знаю, как это правильно дословно перевести на русский. Вот. Фисташки я всегда покупаю так, чтобы их можно было попробовать. Это у нас опять-таки тубок у Куруемиш. В Мигросе у нас есть отдел. Вот там покупаю. Они стоят чуть-чуть дороже, чем... Ну, не чуть-чуть, они стоят дороже, чем обычные фисташки в упаковках. Но вкус у них абсолютно другой. И на той же части, на самом деле, мыло гораздо больше. Я везу натуральное мыло из Турции. Я везу мыло Эсейксу Цусабуно. Это мыло с добавлением молока ослицей. Я везу мыло улиточное. И я везу мыло оливковое. Еще я везу мыло с Кетчу Цусабуно. Это мыло с молоком козы. У меня есть еще виноградное мыло. Я просто не стала все доставать. Все сразу. Эти мыло, они натуральные. И на первый взгляд, они достаточно недешевые, если переводить на наши денежки. Но это того стоит. Например, смотрите. Вот это вот Эсейксу Цусабуно. Мыло с молоком ослицы. Оно... Даже написано, что оно хендмейт. Оно в упаковочке там, посмотрите. Оно абсолютно нейтрального цвета. Никаких красителей. Да, то есть не розовое, оно там не синее, не зеленое. То же самое с оливковым мылом. Это мыло марки Оливос. Сто процентное оливковое мыло, как нам пишут здесь. Оно не пахнет никакими отдушками. То есть не ждите ароматизаторов и так далее. Запах у него абсолютно натуральный. Немножко специфический. И решила тоже на такую вот на пробу привезти мыло с улиточной слизью. Смотрите. Написано, что его можно также использовать для лица и так далее. А вот эти мыло, которые с молоком ослицы и которые с молоком кечицу, с молоком, с козьим молоком, их многие используют в качестве средства для интимной гигиены, потому что оно содержит натуральную молочную кислоту. И как бы оно не раздражает кожу. Также козье мыло используют для умывания. Тоже говорят, очень хорошая штука. Ну такой вот у меня набор подарков. На самом деле, как бы, да, я говорю, это еще не все. Еще половина лежит в пакетах. У меня просто, я не знаю, как это повезут. Это будет какой-то кошмар. Вот. Но такие вот дела. В общем, я надеюсь, что видео было вам полезно. Если будут какие-то вопросы, задавайте ваши вопросы в комментариях под видео. А я буду на сегодня с вами прощаться. Если видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok